Всем привет, это обзор Лего и его аналогов от Калин Красный и сегодня у нас новостной выпуск. Как гром среди ясного дня, компания Лего опубликовала официальное изображение долгожданного возвращения серии Властелин Колец. И черт возьми, возвращение невероятное. Набор Лего серии Властелин Колец под артиклом 10.316, который называется у нас Ривендау. Нас встречает классическая для таких коллекционных наборов черная коробка. Ведь набор у нас из-под серии Иконс, на которой представлена информация о наборе. Цена данного набора у нас 500 долларов. В наборе 6167 деталей, что делает его самым большим набором серии Властелин Колец и восьмым по количеству деталей. В наборе аж 15 минифигурок, но о них чуть позже. Сам набор представляет из себя строение Ривендау. Это скрытое убежище Элронда, заложенное им для защиты от Саурона. Честно признаться, смотря на этот набор, разбегаются глаза, потому что в нем все прекрасно. Не знаю, с чего даже начать. Но начну с того, что данная постройка Ривендау разделена на 4 модуля. И каждый из данных модулей отсылает нас к моментам из франшизы. Нельзя так просто пройти в Мордор. Его черные врата стерегут не только орки. Обломок Нарселя. Меча, которым кольцо было срублено с руки Саурона. И ты на свое счастье тоже. Еще несколько часов, и никто бы тебе не помог. Но ты оказался крепок. Но сама постройка зданий, это какое-то волшебство дизайнеров. Здесь буквально все продумано до мелочей. Внутреннее убранство зданий и комнат. Экспозиции ветвей деревьев. Ландшафт, среди которого водопад. Но отдельно мне хочется выделить ротонду и крышу из черепицы основного здания Ривендаула. Это так просто, эстетично и красиво, что у меня буквально нет слов восхищаться этим. Внимание к деталям здесь буквально везде. Замечательная черепица. Новый молд папоротников. Вы только посмотрите, как выполнены стулья у совета. Стулья состоят из деталей мороженого и сосисек. Но это просто великолепие. Они смотрятся реально как настоящие. Также мы можем заметить новую деталь, изображающую лилию. Которая идеально подходит для разных архитектурных решений. На минифигурки здесь не поскупились. И за это, конечно, жирный им плюс. 15 ключевых персонажей франшизы Питера Джексона. Все члены Братства Кольца. Элронд и его дочь Арвен. Эльфийские кузнецы. У которых, кстати, новый молд прически. Не сказать, что новый молд причесок эльфов подходит прямо всем. Но для Элронда и Леголаса старые прически смотрелись куда лучше. Но это не все изменения в минифигурках. У всех героев обновленные принты и детали. Которые где-то смотрятся спорно, а где-то интересно. Гимли сделали уникальный топор. У Арагорна оригинальный меч из Сильдора. Также впервые были продуманы детали для Лего фигурок в сидячем положении. И это смотрится изумительно. А Хоббитам добавили их оголенные ножки. Мелочь, а приятно. И этот набор первый, в котором сразу можно собрать всех ключевых персонажей франшизы. По итогу скажу, что набор изумительный, шикарный, детальный и заслуживает своего места в коллекции фаната серии и обычного коллекционера. И наверное впервые лично для меня столь высокая цена за него оправдана полностью. Обязательно возьмем его в коллекцию. Ну а вы пишите в комментариях понравился ли данный набор и возьмете ли вы его себе. Всем пока.